Друзья, всем привет! На календаре 9 декабря среда. Вы на канале про деньги и рынки. Меня зовут Максим Журавлев. Давайте продолжим свою рубрику «Инвестиционный радар». То есть в этих обзорах мы с вами смотрим на акции как российского рынка, так и американского рынка и пытаемся понять перспективы. Но, кстати, забегая вперед, я сразу хотел бы обратить ваше внимание, что в таких обзорах, как «Инвестрадар», то есть в этой рубрике, мы не ставим цели глубокого финансово-экономического анализа эмитента. Все почему? Потому что эти обзоры направлены на широкую аудиторию. И в большинстве своем смотрят эти ролики не экономисты, а просто люди, которые сейчас постепенно изучают вообще в принципе инвестиции, знакомятся с фондовым рынком и стараются инвестировать как рубли, так и доллары. Поэтому здесь для того, чтобы упростить понимание вообще вот этой всей ситуации, либо какого-то конкретного эмитента, мы с вами разбираем в общем и целом компанию, смотрим, чем она занимается, то есть обсуждаем ее движение цены и, в общем-то, на этих основаниях уже делаем какие-то определенные предположения. Но так или иначе, любые выводы, которые здесь звучат, они безусловно должны еще раз пересмотреться вами, вы должны еще обдумать, прежде чем совершать какие-то торговые или инвестиционные действия. То есть мы с вами не говорим о том, что это безусловная какая-то инвест-рекомендация, потому что все-таки у каждого цели разные, мы лишь только вот смотрим на компании, да, еще раз повторюсь, и в целом обсуждаем вот эти вот возможности по компаниям, смотрим их перспективы. Так, ну что, давайте уже начнем конкретно, вот начнем с вами с компании Лента, Лента это герой нашего предыдущего выпуска, компания торгуется на московской бирже, мы там с вами говорили, что эта компания представляет сегмент розничной торговли и у нас предпосылки для дальнейшего роста данной компании и наше предположение в настоящий момент, в общем-то, подтверждается, поэтому здесь инвест-идея, по крайней мере, но предположительно, да, о котором мы с вами говорили, она, тем не менее, здесь работает. Так, ну что, еще на что хотел бы обратить внимание, также мы с вами упоминали про компанию Детский Мир, Детский Мир у нас, как мы уже с вами определили и обсудили, что есть, была, по крайней мере, информация, что Элтус Капитал это инвестиционная компания, она планирует треть акций компании Детского Мира выкупить и, соответственно, на этом фоне мы с вами увидели такой большой объем на покупку, поэтому, вероятно, всего, в среднесрочной перспективе акции компании Детского Мира, они имеют тенденцию к дальнейшему росту. Далее мы с вами обсудили компанию Городка, по крайней мере, проговорили про компанию Озон. Озон буквально вот недавно прошел листинг, то есть он сейчас торгуется на московской бирже, также торгуется на Америке, но понятно, что по Озону сейчас очень много вопросов, тем более много нашумели. Я полагаю, что мы с вами будем здесь через коррекционное движение, а дальнейшее будет движение вверх, безусловно, потому что сейчас электронная торговля, в принципе, онлайн ритейл, это тема, что называется, сейчас становится на пике своей актуальности. 2020 год многое здесь изменил, поэтому Озон, но это, по сути дела, знаете, такой вариант инвестиций в хай-тек, так это назовем, вот таким словом. Поэтому понятно, что здесь тоже надо присматривать и находить удачное время для покупок, но я думаю, что Озон это хорошая идея на среднесрочную перспективу. Но и по Яндексу, по Яндексу тоже эта компания, по крайней мере, для меня лично представляет интерес. Я по Яндексу лично ожидаю, что эта тенденция, как рост котировок, она будет продолжена в 2021 году. Я думаю, что если не произойдет что-то из ряда вон выходящее, то есть мы с вами не можем посмотреть вперед и однозначно точно знать, какие вероятны будут события происходить в геополитике, в экономике, в мировой торговле. Но в любом случае, Яндекс это компания тоже, которая представляет хай-тек, представляет IT-технологии, IT-сектор отечественный. Но и здесь, понятное дело, Яндекс это такой гигант, так его назовем, который имеет мало конкурентов, по крайней мере, на российском рынке. Но и в целом, все-таки принимая во внимание текущую ситуацию в экономике, в структурных вот этих вот изменениях, то что сейчас много говорится о цифровой экономике в частности. Кстати говоря, по Яндексу, сейчас вот эта тема, она может быть немножечко, чуть приутухла, да, призатихла, но дело в том, что Яндекс, во-первых, он находится в такой, знаете, в состоянии, мне так кажется, какого-то поиска, да, то есть объединения с какими-то другими банковскими структурами для того, чтобы сформировать такую, знаете, некоторую крупную IT-компанию, в том числе имеющую функции банковские. То есть мы с вами, например, можем как сравнение взять Сбер, да, вот Сбер много сейчас на слуху, а вот, тем более они у них со Сбером были попытки, по крайней мере, объединиться, но эти попытки не увенчались успехом. Вот была недавно новость о том, что Центральный банк якобы предлагал Яндексу взять под свое крыло банк открытия, но, насколько я понимаю, что Яндекс пока эту тему отклонил, но в любом случае Яндекс сейчас находится в постоянном таком поиске, поэтому вот эта отложенная идея, она, я думаю, рано или поздно стрельнет и очень стрельнет хорошо. То есть я не исключаю здесь роста вплоть до 10 тысяч рублей за бумагу, но понятно, что это не завтра, не послезавтра, то есть это, возможно, будет на протяжении ближайших, может быть, 2-3 года. То есть вот примерно такой горизонт я предполагаю, по крайней мере. Так, ну и, кстати, еще, вот мы много говорим про разных брокеров, Тинькофф, Тинькофф инвестиции, ВТБ брокер, БКС брокер, Мир инвестиций и так далее. Яндекс эту тему, кстати говоря, тоже периодически продумывает, проговаривает, что он может выйти на этот рынок, на рынок брокерских услуг, и в какой-то момент времени мы с вами будем видеть рекламу Яндекс инвестиций, например. И тут, кстати, еще сразу на ум всплывает МТС, МТС, кстати, тоже в этой теме, они тоже пытаются работать, поэтому этот час хайп пошел, и я не исключаю, что рано или поздно Яндекс эту тему закроет, и мы с вами будем свидетелем появления нового игрока, крупного игрока на рынке IT-технологий и на рынке финансовых услуг. Поэтому Яндекс это, я считаю, очень хорошая перспективная бумага. Но, правда, по ней не выплачиваются дивиденды, но это бумага чисто бумага роста. И еще, вот на какую бумагу я хотел бы ваше внимание обратить, друзья, это бумага, которая называется ГМК Норильский Никель. Эта компания, в общем-то, вся вам известная, но почему я эту компанию сейчас беру в оборот, дело в том, что, во-первых, это компания, которая, ну, по крайней мере, по отечественным меркам, по нашим российским, выплачивает достаточно хорошие, щедрые дивиденды. То есть, если мы сравниваем мы с другими компаниями, у нас вообще, в принципе, на отечественном рынке хорошие дивиденды платят компании, например, если сравнить с американской биржей, то Норильский Никель здесь и вовсе, да, он может там под 7,5-8 годовых показывать, в какой-то момент времени даже еще выше. Но это одно. Второй вопрос. Дело в том, что ГМК Норильский Никель, он ведь работает в сфере добычи редкоземельных металлов. Мы сами говорим про, в том числе, никель как таковой, да, судя по названию. Палладий, да, Палладий один из основных, в том числе, кстати говоря, металлов, которые добывает данная компания. Также медь. Медь это тоже одно из направлений данной компании. Короче говоря, вот эти все металлы, о которых только что мы с вами проговорили, они используются, ну, понятно, в производстве, в народном хозяйстве. И очень важно еще понимать, что определенная группа металлов, которые добываются Норильским Никелем, она используется в альтернативной энергетике. То есть там, где заходит речь о разработке каких-то серьезных агрегатов, например, там, не знаю, аккумуляторов долгосрочных, да, то есть которые работают долго, высоковольтные аккумуляторы, батареи различные. То есть все те технологии, которые используются, например, в альтернативной энергетике, да, или взять, например, хотя бы автомобилестроение, да, то есть машины, которые отказываются, например, от ДВС, от двигателя внутреннего сгорания и переходят постепенно на гибридную форму или вовсе на электрокары. То есть здесь Норильский Никель является поставщиком для создания вот этого продукта, вот так это назовем. Короче, если вот полностью обобщить эту идею, то вот это сейчас идея по поводу того, что мир постепенно, по крайней мере, развитой экономики уже часто, все чаще-чаще говорят о том, что они стараются уходить от традиционной энергетики, то есть стараются снизить количество выбросов парниковых газов, то есть мы с вами говорим про экологию. Короче говоря, вот здесь, вот в этом отношении Норильский Никель занимает определенную нишу, или даже не то, чтобы занимает, он ее расширяет и получает долгосрочный рынок сбыта своей продукции. Вот исходя из этой логики, мы можем с вами предположить, что Норильский Никель в перспективе, я считаю, это будет вполне себе неплохая инвестиция, но я опять-таки тоже хотел обратить внимание, что эта инвестиция не на 1-2 месяца, да, как мы с вами привыкли спекулировать. Все-таки мы с вами говорим про те компании, которые фундаментально будут расти, имеют хорошую инвестиционную идею, имеют историю, имеют определенный рынок сбыта, имеют какую-то определенную, знаете, ну перспективу, но и соответственно, эта перспектива, она рассматривается уже на год, два, три, четыре вперед. Поэтому Норильский Никель, здесь в этом отношении мне эта бумага очень нравится, поэтому я вот ее, знаете, стараюсь тоже периодически покупать регулярно, даже вот по тем просадкам, которые мы с вами видели, и по тем проблемам, кстати, которые у них были экологические, вспоминайте, да, в Норильске там у них была экологическая проблема, а топливо выбежало, да, в реку. Но и тем не менее, инвесторы все это дело игнорируют, потому что фундаментально компания имеет хорошие перспективы. Друзья, я уже коротко все рассказал, буквально на этот выпуск, дальше тему будем развивать, и пишите свои предложения, как может быть по-другому построить вот такие обзоры такого рода, и, конечно же, я буду принимать во внимание ваши желания, если они будут, скажем так, полностью соответствовать нашим целям, я, конечно же, буду их учитывать в своих будущих обзорах. Ну а затем пока прощаюсь с вами, давайте дальше будем наблюдать за происходящими событиями на рынках, и увидимся в следующих обзорах. Пока, до встречи.